здравствуйте скоро 1 май все мы едем на свои участки что-то хочется посадить поработать ну вот наши телезрители тоже приехали на свои уже к сожалению бывшие участки захотели мы с ними пройти оказывается пройти то нельзя особо охраняемая режимная организация суда даже телевидение не пускают но мы вход и выход найдем сейчас вы это все сами увидите охрана мы уже столько охран попроходили что еще одну охрану нам не страшно пройти они думали что мы не доберемся нет не на тех напали мы все равно прорвемся и дойдем туда куда нам нужно правда с небольшими приключениями вот так участки вот начинается нашего двери он пожарище уже вон пожарище мы сейчас пойдем на туда и там все видно будет за моей спиной не следы великой отечественной войны здесь не было бомбежек вот это это пример так называемой хозяйственной деятельности новых владельцев леспромхоза им почему-то помешали маленькие участки людей которые всю жизнь здесь работали их просто-напросто сожгли и уничтожили кому они мешали вот вы обратились в нашу программу что случилось случилось то что когда мы пришли на наше место а мы обнаружили пепелище что такое ваше место ну я имею ввиду наш участок на котором я можно сказать вырос выращивал картошку все кто вам этот участок давал мы все работали на предприятии и нам профсоюзы выделяли земельные участки для чего для для ну для огородничества да то то сколько вы лет на этом участке поработали там 76 года 76 года вот эти участки в нашем распоряжении все мы тут обрабатывали сами все завозили да тут было болото и все больше ничего тут не было то есть в это все сделает своими руками все сделали а сейчас пришли как говорится новый русский и прибрали в себе все землю а зачем им вот эти вот ваши участки этому нужны вот надо у них спросить это зачем что там было что там было на этих вот участках там картошку сажали картошки ну еще зелень всю сажали и что у них там где-то запасы были какие-то ваши конечно вот вы лично у меня было 100 ведер картошки все это уничтожили всего подожгли до все что там дома негде хранить туда возили и в общем и инструмент всякий был тому мужа и и велосипед стоял и и подушки и матрасы и все но там мы и жили летом тоже летом и жили да у меня был доме что никто не предупреждал ничего морковка свекла не предупредили ничего не сказали и что вам что он на этот счет говорят кто вообще никто ничего не говорят вы же в виде подходит он даже не кто вы такие нас даже не считают что мы здесь за людей не считают да они таки говорить ничего не ну а что наши правоохранительные органы говорят что они и говорят и да и нет в то же время то есть они говорят что это уголовная ответственность относится эта статья а дальше не хотят копать то есть надо еще разбираться еще надо разбираться хорошо будем разбираться и мы найдем дороги те которые открыты для нас кто жёг и уничтожил участки ведь ветеранов ветеранов этого предприятия которые здесь люди проработали всю жизнь кто это сделал я ничего не знаю обращайтесь к нашему руководству в вашем роду да вашем контент на объяснение а где ваше руководство можно найти на каком режимном объекте но где не находится наше руководство находится где сквизка пока это вот здесь территория головной офис находится на свободе здесь не так 1 почти 1 15 то есть мы ваше руководство можем найти на улице свободы 15 а хотя бы если не трудно сказать просто а как вообще называется это предприятие кому нам принадлежит так подождите вы нас выгоняете кто вы так такой вы так кто такой вот мои документы пожалуйста я вам предъявляю свои документы у меня вот может сейчас я вам сейчас покажу свои документы да я адвокат один момент один момент уважаемый вот я я вот мое удостоверение я вы кто такой я представился в мой документ вот вы кто такой покиньте пожалуйста территорию вы никто вот правильно сказать значит я буду здесь делать у меня вот есть удостоверение раз а у вас нет ничего давайте 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 вот я как раз хочу чтобы вы сюда вызвали милицию будьте добры к сожалению полицию мы ждали ждали но не дождались у них наверно другая работа им нужно разбираться с более сложными делами ну мы поедем мы тогда поедем сами в полицию я думаю какой-то ответ мы наверное получим что-то нам расскажут нормально это ненормально ох наверное нормально в общем едем в полицию скажите пожалуйста вам что-нибудь известно от так называемом деле дачников погорельцев дежурную часть полиции стыдинского района обратили шесть жителей с эшвы заявлением о том что принадлежащие им хозяйственной постройки и картофель картофель картофельные ямы расположены на территории ооо сэк-поединский о пока сожжены на место происшествия выезжала следственная оперативная группа которая провела осмотр место происшествия с целью установления очага возгорания опросила свидетелей очевидцев произошедшего общая сумма ущерба причиненного гражданам составила более 800 тысяч рублей до основателя отдела дознания возбудили уголовное дело в порядке статьи 167 уголовного кодекса российской федерации умышленное причинение или повреждение имущества если эти деяния повлекли причине значительного ущерба в настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия направленные на установление лица совершившие данные преступления дознание по уголовному делу продолжается скажите можно надеяться на то что без внимания вот этот вопрос не останется то есть внимание от мвд будет да без внимания данный вопрос не останется ну что ж поживем увидим в администрации сыктывдинского района нам объяснили ну дачники не зарегистрированы и не было вот таких дач и никто землю не выделял но где ответ-то найти попробуем ответ найти вот здесь общество с ограниченной ответственностью сыктывдинский лесопромышленный комбинат здравствуйте вот вот наконец-то увидели хоть знакомое лицо здравствуйте какой-то камеры сюда да 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 так же не делается не ну почему а зачем кому в директору кто скажет по земельке это вот по удачникам вот которые спалили дачи где у вас там уже уголовное дело возбудили как это спалили месяц там у нас там ущерб где-то 800 тысяч рублей я вокруг базы не видел никаких участков таких спалили просто сожгли директор находится на больничном здесь могли что-то сказать но не захотели на больничном или говорили варить нечего или может быть совесть то замучила обидно обидно за стариков кусочек земли немного картошки немножко овощей на старости лет они хотели на своей земле то это ведь получить медали сожгли уничтожили людям боль принесли не уйти от ответ суд будет который все-таки скажет кому нужно заплатить 800 тысяч рублей ну не это главное главное наверное в том кто поклониться старикам кто извиниться за то что натворил за то что потерял совесть